Seven Sins В январе 2017 года была спущена на воду самая крупная яхта итальянской судостроительной компании San Lorenzo. 52-метровое судно получило название Seven Sins. На борту разместилось 5 кают для 10 гостей. Яхту обслуживают 11 членов экипажа. По словам специалистов, работавших над проектом, Seven Sins обладает уникальным функционалом, который не доступен никакой другой яхте в подобном диапазоне размеров. Судно даже стало победителем премии World Super Yacht Award 2018 года. Это самый знаменитый конкурс супер яхт в мире. На Seven Sins можно найти несколько зон отдыха, огромный бар, открытую кухню и барбекю на палубе. Просторная зона отдыха делает палубное пространство идеальным для развлечений и отдыха. На мостиковой палубе находится обеденная зона для приема пищи на свежем воздухе. Официна Italiano Design спроектировала салоны таким образом, чтобы гости могли наслаждаться видами через огромные окна. Имеется также пляжный клуб. Он включает в себя бассейн со стеклянным дном, тренажерный зал, сауна. Производитель запрашивает за Seven Sins 34 миллиона долларов. Калила. Каждый элемент этой яхты, созданной на американской верфи Palmer Johnson, уникален. Калила была спущена на воду 25 июля 2014 года. На ее борту находится пять гостевых кабин, рассчитанных на пребывание до 11 гостей. Плюсом к числу гостей на яхте размещается девять членов экипажа. С первого взгляда в глаза бросается необычный нос. Обратите внимание на его обратный наклон и заостренный бульб. Корпус, а также крылья с надстройкой были созданы на норвежской верфи Brøndren, откуда они после отправились на верфь Palmer Johnson для завершения проекта. Дизайнеры долго трудились, чтобы каждое очертание золотистого корпуса было изящным. Придавало яхте эффектный внешний вид. Примечательно, что материалом корпуса послужил прочный и легкий углеродистый композит. Ранее корпуса для яхт из него не делали. Уникальности интерьера дизайнерам удалось добиться за счет использования яркой цветовой палитры, а также разнообразных и изысканных тканей. Каждую комнату украшают картины, являющиеся настоящими произведениями искусства. Насладиться прекрасными видами позволяет окна, покрывающие стену от пола до потолка. Площадь кормовой палубы составляет 110 квадратных метров. Здесь можно найти джакузи, бар, комнаты для отдыха, кухню, в которой работает обученный повар, имеющий опыт работы в ресторане с двумя звездами Мишлен. Сегодня провести время на Калилла может любой состоятельный желающий. Неделя аренды яхты обойдется приблизительно в 280 тысяч долларов. Стоимость же самой яхты оценивается приблизительно в 40 миллионов долларов. Марта-Н. Уже на этапе строительства этого судна было известно, что оно не предназначается для какого-то конкретного владельца, а будет чартерным. Именно поэтому оно было оборудовано просторными апартаментами и семью гостевыми каютами. Три из них имеют статус VIP. В гаражном помещении находится тендер-лимузин от фирмы Royal Denship, а также полужесткая надувная лодка наутика, чтобы можно было рыбачить или кататься на водных лыжах. Гостям не приходится переходить с палубы на палубу по лестнице. Всего палуб, кстати, четыре, так как присутствует лифт с прозрачным корпусом. Повышенный комфорт отдыха обеспечивает гимнастический зал и домашний кинотеатр с панорамным изображением. Неделя на судне обойдется в сумму от 574 до 588 тысяч долларов, в зависимости от сезона. Оценочная стоимость Marta N составляет 70 миллионов долларов. Venus. При жизни Стив Джобс всегда был сторонником минимализма. Он считал, что именно в нем скрывается простота. Поэтому нет ничего удивительного в том, что яхта, изготовленная по его заказу, выполнена в минималистичном стиле. Корпус яхты Venus — это предельная простота и ровность линий. Однако именно в них кроется изящество. Строительство супер-яхты длилось около семи лет. Большая часть времени была потрачена на согласование мелких деталей. Стив Джобс вместе со знаменитым на весь мир дизайнером Филиппом Старком дотошно оттачивал каждый элемент судна до совершенства. Однако, к сожалению, он так и не смог прокатиться на Венере. Она была спущена на буду 28 октября 2012 года, спустя год после смерти предпринимателя. Тем не менее, на мероприятии по случаю окончания строительства яхты присутствовала вся семья Джобса, вдова, а также трое детей. Футуристичный вид яхте придают детали из алюминия и стали. Venus обладает небольшим весом и считается очень маневренной. Информации о внутреннем убранстве немного. Известно, что капитанский мостик оборудован семью iMac. А дизайн во многом повторяет тот, которого придерживаются в компании Apple. По слухам, стены в жилой зоне выполнены из специальных стеклянных блоков, которые обеспечивают полный обзор на 360 градусов. На создание Venus было потрачено более 100 миллионов евро. Оценочная стоимость судна — 130 миллионов долларов. Ulysses На борту этой супер-яхты находится целых 15 люксов. Всего в них можно разместить 30 гостей. Также присутствуют 22 каюты для 42 членов экипажа. Примечательно, что под люкс владельца судна отдана целая отдельная палуба. Перемещаться между палубами гостям и экипажу помогут два лифта. Гостевой вмещает в себя 13 человек, а рабочий — 8 человек. Постройкой Ulysses занималась норвежская верфь Cleven. Сразу после окончания строительства судно было доставлено новозеландскому миллиардеру Грэму Харту. Случилось это в марте 2016 года. По какой-то причине уже в июле 2016 года этот 107-метровый Explorer был выставлен на продажу. Купить его предлагалось за 200 миллионов долларов. Пожалуй, самая главная особенность Ulysses в том, что он оснащен крупным, длиной в 21 метр, тендером-катамараном, который с легкостью разгоняется до 50 узлов. К другим особенностям можно отнести 8 столовых зон, открытые и закрытые, 5 баров, кинотеатр с профессиональной аудиосистемой. Присутствует подогреваемый бассейн размером 5 на 11 метров, спа-салон, массажный кабинет, салон красоты, тренажерный и пляжный клубы. Eclipse Яхта, которую вы видите на экране, была построена по заказу российского предпринимателя Романа Абрамовича. Разработкой дизайна занималась фирма Atabeki Design Development. Над дизайном интерьера же трудились специалисты из британской Terence Disdale Design Ltd. 12 июля 2009 года яхта впервые была спущена на воду, однако заказчику ее передали только 9 октября 2010 года. Все это время велась доработка и ходовые испытания. Длина судна составляет 162,5 метров, а ширина — 21,5 метров. Мы уточняем это потому, что на момент спуска на воду Eclipse была самым большим частным судном в мире. Экипаж яхты составляет 70 человек, разместится же внутри могут одновременно 36 гостей. Так как судно частное, к сожалению, о внутреннем убранстве и оснащении практически ничего не известно. Стандартные яхты подобного класса практически всегда оснащаются гидроциклами, тендерами и катерами, так что можно предположить, что они есть и на Eclipse. Также известно, что внутри яхты находится концертный зал, столовая в количестве трех штук, кинотеатр, винный погреб. Примечательно, что на Eclipse есть целых два бассейна. Один из них может быть превращен в танцевальную площадку. По оценкам экспертов, на строительство яхты было потрачено около 300 миллионов долларов. Стоимость Eclipse вместе с многочисленным внутренним оснащением оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok